Здравствуйте, друзья! Сегодня я расскажу вам, нужно ли качать пресс, или он сам по себе появится, если вы похудеете, сожжете жир на животе. Ведь пресс участвует во многих упражнениях и даже во многих бытовых движениях. Любой поворот, любой наклон, и уже пресс работает. Так зачем же его качать? А есть тренеры, которые рассуждают иначе. Они говорят, ты же не рассчитываешь, что после похудения у тебя бицепс проявится. Как же ты можешь рассчитывать, что пресс, который ты никогда не тренируешь, появится? Вот посмотри, парень худой, а пресса нет. Это все потому, что он пресс не качал. Где же истина? А я расскажу вам, где истина. И о том, что есть природная форма пресса. Есть люди, у которых от природы пресс, очень сильно накачаны. Они его никогда не тренируют. Он просто у них большой сам по себе. Точно так же я встречал людей, которые никогда не качали свой бицепс. И у них был бицепс больше, чем у меня сейчас. Видите, у меня сейчас бицепс 43-44 см. Я сейчас подсушенный довольно. Бицепс поэтому меньше, чем когда я с жирной. Такой-то я встречал человека, у него был бицепс 46 см. Он никогда его не тренировал. У него просто был от природы большой бицепс. Адам Козыра, известный бодибилдер, признавался мне, что до начала тренировок у него был бицепс 43 см. Еще в юношеском возрасте. С другой стороны, есть такой фитнес-блогер Влад Демин. Он один из тех людей, которые жаловались мне, что если они начинают качать пресс, получаются настолько выпуклые мышцы живота, что кажется, что это живот. То есть в майке выпирает живот и кажется, что человек с жирными. Но когда он снимает майку, мы понимаем, что просто перекачанный пресс. Он слишком выпуклый. И это выглядит в майке некрасиво. Согласитесь, такое никому не нужно. Вот у меня пресс плоский. Людям с плоским прессом обязательно нужно его качать, потому что все-таки, хотя на 80% форма пресса задана генетикой, как вы уже поняли, но на 20% все-таки накачать можно. И когда я качаю пресс с большим весом, он у меня делается более сильный, более выпуклый. И я не замечаю, чтобы это расширяло мою талию. Поэтому таким людям, как я, нужно обязательно качать пресс с весом. Вот посмотрите сами, как выглядит мой пресс. У меня сейчас довольно тонкая жировая прослойка, видите? Но пресс виден не очень хорошо. То есть его видно только лишь потому, что подкожная жировая прослойка тонкая, но зато генетически одаренные грудные мышцы. С этим повезло больше. Если бы у меня был выпуклый пресс, я мог бы иметь более толстую жировую прослойку, на полсантиметра толще. Но пресс был бы виден все равно гораздо лучше, он же был бы выпуклый. Но если бы живот забыл уже слоем жироспалец, никакие кубики уже бы не пролезли сквозь этот жир. Поэтому главное, действительно, чтобы показывать пресс, это сушка, это похудение. А на втором месте уже идет, насколько у вас выпуклые кубики пресса. Что же касается аргумента про худого парня, но без пресса? Я думаю, что худой парень, это еще не означает, что у него низкий процент жира и тонкий слой жировой прослойки на животе. Может даже быть небольшое количество жира в организме, но генетически он откладывается именно в области живота, особенно в нижней части живота. Таким людям, как и мне, приходится сушиться очень сильно. Если мы возьмем худого человека, у него худые плечи, узкие плечи, у него тонкие руки. Но все равно, если мы его просушиваем, у него пресс появляется. Мы просто видим, что у него пресс плоский, но такого, чтобы пресса вообще не появилась после сушки до полного убирания жира на животе, такого не может быть, такого не бывает. Бывают люди, у которых всего 2 кубика пресса. Бывают люди, у которых плоский пресс. Но так, чтобы вообще не было пресса, такого не бывает. Даже если вообще нет кубиков пресса, линия живота все равно будет, косые мышцы все равно порисуются, все равно какой-то рельеф на животе да проявится, какой бы человек не был плоскопрессовый. А если вы выяснили, что вам все-таки нужно качать пресс, то самое лучшее упражнение на массу, это подъем ног с утяжелителями на ногах, в висе или на петлях, но только при условии, что вы будете колени приближать к груди и ваш позвоночник будет скручиваться. Ведь если вы будете поднимать пресс только в нижней части амплитуды, то будут работать другие мышцы, в том числе мышцы бедра, поясничная мышца, но не пресс. Пресс будет работать мало, больше косвенно, статически. Поэтому вы можете качать пресс весом и все равно его не накачать, если вы не скручиваете при этом корпус и не сгибаете позвоночник. То же самое, очень эффективное упражнение для выпуклого пресса, подъемы корпуса с диском за головой. Если вы при этом будете держать спину круглой, будете делать, одновременно поднимая корпус скручивания, то пресс будет работать гораздо больше, чем в обычных скручиваниях, без дополнительного веса. Это будет базовое упражнение для пресса. То есть вы будете подниматься с прямой спиной, опять при напряжении поясницу, получите травму спины, а пресс не накачаете. Ну и теперь вы знаете два самых эффективных упражнения для массы пресса. Это с весом, различные подъемы ног и корпуса, обязательно с круглой спиной. С прямой спиной эти упражнения вредные и неэффективные. Если же у вас от природы выпуклый пресс, его все равно нужно тренировать, потому что мышцы живота хотя бы раз в неделю рекомендуется тренировать для здоровья. Но если у вас широкая талия или выпуклый пресс, всего лишь раз в неделю делайте три подхода по 15-20 повторений без дополнительного отягощения. Если же нужно накачать массивный пресс и делать его более выпуклым, вы не боитесь расширить талию, то с весом три подхода всего лишь по 8-10 повторений до отказа. Более подробно раскрыта тема, стоит ли качать пресс и как накачать выпуклый пресс, не расширив при этом талию. В моем видео, над которым я очень много работал, там эта тема раскрыта глубже. Сегодня я ответил на меньшее количество вопросов, там уже отвечаются на практически все вопросы по прессу, а также талии, расширению талии, сужению талии. Все, что связано с прессами талии в этом подробном и профессиональном видео, ссылка в описании. Также к этому видео, которое вы сейчас посмотрели, я написал статью, прочитать ее можно тоже, пройдя в описании к этому видео. Я пишу статьи каждый день на тему бодибилдинга, у меня огромное количество прочитываний сейчас статей, полтора миллиона в месяц, это количество растет. Поэтому я очень рекомендую вам подписаться на мой канал Яндекс.Дзен, пройдя по ссылке в описании. Также, друзья мои, обязательно нажимайте на колокольчик, чтобы не пропустить следующее видео. Обязательно подписывайтесь на мой канал на YouTube, пишите в комментариях, что вы думаете по поводу того, что я вам рассказал про тренировку живота, как часто вы качаете пресс, используете ли вы дополнительный вес. Ставьте лайк, а если вы хотите, чтобы я стал вашим тренером, я веду своих учеников по интернету, тренирую по скайпу. Пишите мне, мы познакомимся и начнем тренироваться вместе. А теперь, друзья мои, пока, до следующих встреч.